Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своём канале «Вкусно, просто, быстро!». Сегодня я хочу предложить вам приготовить торт «Шоколадный мишка». Торт очень вкусный, приготовлен из насыщенных шоколадных коржей и глазури, и нежного крема по вкусу напоминающего мороженого пломбир. Готовится торт просто и легко из доступных продуктов. Данное количество мерзиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 8 см и весом 1,7 кг. Давайте приготовим! Начнём приготовление с шоколадного бисквита. В чашу просеем 160 г пшеничной муки, это 1 стакан объёмом 250 мл. Добавляем 4 ч.л. соли, 4 гр. или 0,5 ч.л. соды, 2 гр. или 0,5 ч.л. разрыхлителя для теста, 130 гр. или 6,5 ст.л. сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 2 яйца. 70 гр. или 7 ст.л. растительного масла. Начинаем перемешивать венчиком. Когда масса становится густой и её уже сложно перемешивать венчиком, то меняем венчик на лопатку. И лопаткой перемешиваем тесто до однородного состояния. К 40 гр. или 4 ст.л. безверха какао добавляем 140 гр. или мл. кипятка. Перемешиваем до однородного состояния. Выливаем горячее какао в тесто и перемешиваем венчиком до однородного состояния. Вот такое получается тесто, оно ленточкой стекает с венчика. Я выпекаю бисквит в разъёмной форме диаметром 18 см. Дно формы закрываю пергаментной бумагой, бока формы – тефлоновой лентой. Бока формы при выпекании ничем смазывать не надо. Переливаем тесто в форму и равномерно разравниваем. Чтобы бисквит выпекался равномерно и верхушка сильно не треснула при выпекании, я накрываю форму пергаментной бумагой. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. У меня бисквит выпекался 40 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если палочка выходит сухой, значит бисквит готов. Освобождаем бисквит от формы и тефлоновой ленты. Переворачиваем бисквит верхней стороной вниз и оставляем на решётке остывать до комнатной температуры. Остывший бисквит заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодильник отлежаться минимум на 2-3 часа. Если есть время, то можно дать полежать бисквиту в холодильнике сутки. Если нет времени, то можно разрезать остывший бисквит на коржи сразу. Он может немного больше крошиться, но на вкус это не повлияет. Приготовим крем. В кастрюлю вливаем 2 яйца. Добавляем 150 граммов или 5 полных столовых ложек сгущённого молока. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем 40 граммов или 2 столовые ложки без верха пшеничной муки. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 300 граммов густого натурального йогурта. По желанию йогурт можно заменить сметаной. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик. И постоянно помешивая доводим массу до закипания. Когда масса закипит, она станет густая, как пудинг. Делаем огонь минимальным и на маленьком огне провариваем массу примерно 1 минуту. Снимаем кастрюлю с огня, ставим в чашу с ледяной водой и постоянно перемешивая остужаем до комнатной температуры. Если вы готовите заварную основу заранее, то её можно накрыть пищевой плёнкой в контакт и не остужая в ледяной воде оставить остывать до комнатной температуры. 130 грамм сливочного масла в комнатной температуры, чтобы масло быстрее стало мягким, я его нарезала небольшими кусочками. Добавляем 20 граммов или 4 чайные ложки ванильного сахара. На максимальных оборотах миксера взобьём сливочное масло с ванильным сахаром. Хорошо взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. Далее добавляем остывшую заварную основу ко взбитому сливочному маслу. Добавляем часть заварной основы и хорошо взбиваем миксером до однородного состояния. Итак, в три этапа соединяем всю заварную основу с маслом. Крем получается очень вкусным, нежным и в охлаждённом состоянии отлично держит форму. Крем по вкусу напоминает сливочное мороженое пломбе. Сформируем торт. Бисквита срезаем верхнюю корочку. Срезанная корочка нам пригодится позже, мы ею украсим бок торта. Бисквит разрезаем на 3 коржа. Я делаю ножом небольшой надрез по краю бисквита. Надрез вставляю нить и нитью разрезаю бисквит. Бисквит получается пористым, он очень вкусный, имеет насыщенный шоколадный вкус. На основе такого бисквита можно приготовить различные очень вкусные шоколадные торты. Приготовим пропитку для бисквита. К 100 грамм или 1 мл молока добавляем 30 граммов или 1 полную столовую ложку сгущенного молока и 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара. Перемешиваем, ванильный сахар должен полностью раствориться. Пропитываем коржи всей пропиткой. Выкладываем нижний корж на тарелку и устанавливаем разъёмное кольцо и ацетатную плёнку. Делим визуальный крем на 2 части и покрываем корж одной второй части крема. Крем равномерно разравниваем. На крем выкладываем второй корж. Вторым коржом я кладу верхний срезанный корж. Он меньше по размеру, поэтому я кладу его в середину. Корж покрываем оставшимся кремом. Крем равномерно разравниваем. На крем выкладываем третий корж. Корж слегка придавливаем. Убираем тот в холодильник и приготовим шоколадную глазурь. В сотейник высыпаем 100 граммов сахара, 40 граммов какао. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 150 граммов густого натурального йогурта. По желанию йогурт можно заменить сметаной. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Постоянно помешивая, варим на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Доводим до кипения и на маленьком огне увариваем массу примерно полминуты. Снимаем с огня и в горячую массу добавляем 60 граммов сливочного масла. Перемешиваем до однородного состояния. Сразу отложим 3 столовые ложки глазури, если вы взвешиваете на весах, то это 60 граммов. Этой глазурью в конце мы украсим торт, а пока накрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник. Оставшейся горячей глазурью сразу заливаем торт и глазурь равномерно разравниваем. Если на поверхности глазури образовались пузырьки воздуха, их можно аккуратно проткнуть деревянной палочкой. Убираем торт в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 5-6 часов и обычно убираем на ночь. Готовый торт освобождаем от кольца и ацетатной плёнки. Если надо, то крем по краю разравниваем. Треть от ранее отложенной глазури перекладываем в кондитерский или пищевой пакет. Этой глазурью украсим торт сверху. Оставшейся глазурью с помощью шпателя или ножа покрываем бок торта. В кондитерском пакете делаем маленький срез с уголка и рисуем глазурью поверху торта хаотичные круги. Ранее срезанную верхушку измельчаем в крошку. Добавляем к крошке 15-20 граммов измельчённого чёрного шоколада. Перемешиваем и этой смесью обсыпаем бок торта. Торт готов, его можно подавать к столу. Советуем его приготовить. Торт очень вкусный, нежный, красивый, высокий, отлично подойдёт как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok